У испанской налоговой есть одна очень страшная для всех налогоплательщиков штука. Они приходят не сразу. К примеру, вы приехали в Испанию, живете, все хорошо, платите налоги, все отчисляете, думаете, что у вас все хорошо. Но проходит где-то 4-5 лет, и вам раз начинают приходить разного рода уведомления о том, что вы должны, точнее как. А от них приходят уведомления, чтобы вы уточнили такую-то и такую-то информацию. То есть уточнить что? Ну, к примеру, уточнить легальность тех средств, которые вы заносили на карту, которые вы перечисляли на свой банковский и испанский счет 5 лет назад. Какие 5 лет? Я не помню, что это было в прошлом году, а это 5 лет назад. Да, ребят, вы не ослышались. 5 лет назад. То есть вам нужно взять бумаги, подтверждающие, только в документальном виде у вас примет налоговое, причем с испанским переводом. То есть если вам пришли какие-то средства из России, из Украины, из других стран, и вы не смогли подтвердить их легальные средства, вам начисляют штраф. Самое интересное, что дает на все про все испанская налоговая ровно 10 дней. Это хорошо, если вы увидели этот запрос сразу. А чтобы увидеть этот запрос сразу, вам необходимо желательно подключить уведомления по смс или по почте в испанской налоговой. Это хорошо, что если вы увидели этот запрос сразу, у вас эти документы каким-то чудом сохранились, вы эти документы взяли, сходили, сделали испанский арбитражный перевод. У вас все получилось, вы со своим хистором спокойно поехали и передали эти документы в испанскую налоговую в течение 10 дней. Но, как правило, один только перевод занимает в среднем неделю, а то и больше. То есть, у вас получается как? Что, в принципе, вам дается совсем маленький отрезок времени, чтобы все это сделать. Чтобы подтвердить легальность тех операций, которые были у вас 4-5 лет назад. А представьте такую ситуацию, что бумаг у вас нет, а выписку из банка, допустим, потребовали выписку из банка, чтобы вам переводили, вы уже давно закрыли счет и просто не можете эти выписки получить. В итоге вы получите, естественно, штраф от испанской налоговой, причем там идет штраф за то, что вы не предоставили и за время, которое вы не предоставили. Испанская налоговая будет отчитывать время, то есть будут вот эти пени, штрафы за все, все вот эти 4-5 лет, которые вы не предоставили документы. Так что, ребят, по максимуму храните эти документы, потому что налоговая, испанская, примерно 4 года они новеньких вообще не трогают, а потом начинается. Так что, ребята, аккуратнее с испанской налоговой. Все документы, которые касаются налогов, которые может налоговая в тот или иной момент потребовать, лучше хранить, ну, хотя бы лет 10. Продолжение следует...